Здравствуйте! Вы смотрите программу события в студии Виктория Шаре. Месяц проведет выездные проверки. За нарушение порядка и загрязнение улиц города при въезде со строительных площадок нарушителям грозят большие штрафы до 40 тысяч для физических и 350 тысяч для юридических лиц при повторном нарушении до полумиллиона рублей. Месячник организуйте самые жесткие меры в отношении тех, кто не понимает вообще, как поддерживать благоустройство в Самаре. Чтобы под контроль взяли, каждую площадку мониторили ежедневно, еженедельно, как угодно, чтобы порядок был наведен. Спокойно ли в районах Самары проверят полицейские, волонтеры и представители городской администрации. В течение года в областной столице пройдет несколько рейдов в рамках программы по противодействию незаконному обороту наркотических средств. В первый рейд отправилась и наша съемочная группа. Первый антинаркотический рейд проходит в советском районе Самары. Он входит в тройку самых неблагополучных в городе. О местах, где можно встретить людей, употребляющих алкоголь и наркотики, сообщили жители района по телефонам горячей линии. Цель у нас такая. В местах концентрации молодежи выявление лиц склонных к совершению правонарушения, в том числе и употребление наркотических средств, а также нахождение в состоянии наркотическом. Рейд проходит в рамках муниципальной программы противодействия незаконному обороту наркотиков и профилактика наркомании. В нем принимают участие представители УФСКН, полицейские и волонтеры. Самарские студенты не только проводят профилактическую работу, но и активно борются с рекламой наркотических средств на фасадах домов и заборах. Цель проекта не конкретно закрестить какую-то надписку, мы это сами не делаем, а выработать механизм, в рамках которого управляющая компания или ТСЖ сами будут следить за этим и закрашивать. И в большинстве районов этот механизм работает, и надписей намного меньше, это очень радует. На этот раз нарушителей общественного порядка не встретили. В парках мирно прогуливаются местные жители, пьют лимонад и едят мороженое. В советском районе все спокойно. В течение года в областной столице запланировано провести пять таких рейдов. В первый день лета весь мир уже более 60 лет отмечает День защиты детей. Это своего рода мобилизация мирового общественного мнения на борьбу в защиту детей от угрозы войны, за сохранение здоровья, за осуществление их воспитания и образования. В День защиты детей начальник областной полиции Сергей Солодовников посетил Центр временного содержания несовершеннолетних правонарушителей. Сейчас там проживают 14 ребят в возрасте до 18 лет. Начальник областного главка здоровается с воспитанниками Центра. Сейчас здесь находятся 14 ребят. Грабежи, мошенничество, драки. Им еще нет 18, но они уже на себе испытали, что бывает за нарушение закона. Некоторым пребывание здесь пошло на пользу. Я из детского дома выпускаюсь в этом году. Вот в сентябре я на автослесарий ухожу. После автослесария я отучусь, я собираюсь уходить на шеф-повар учиться. Поэтому с этими плохими делами я своего будущего вообще хорошего не вижу. К сожалению, тех, кто встает на правильный путь после пребывания в Центре, не так много. Попав снова в привычную преступную среду, многие дети совершают преступления. Специалисты Центра делают все возможное, чтобы эти ребята увидели другую жизнь. Вместе ходят театры и музеи. Мы стараемся с нашим воспитанникам, которые здесь у нас находятся, привить чувство нравственности, чувство доброты, доброжелательности. Потому что в основном из них, в большинстве их воспитывает улица. Это жестокие, кто выживет, кто сильнее. Здесь они немножко оттаивают душу. Центр временного содержания для несовершеннолетних правонарушителей существует в Самаре уже 80 лет. Он рассчитан на пребывание 50 детей. Здесь есть все необходимое для проживания. Администрация, в том числе и этого учреждения, все делает для того, чтобы создать условия такого не полицейского режима, а такого, будем говорить, детского садика. И вы видели, что достаточные средства сюда вложены, МВД России, чтобы его привести в соответствующий вид. И здесь достойно, прилично. Воспитанники центра подарили Сергею Сладовникову сувенир. Начальник областного главка пожелал ребятам больше не сбиваться с верного пути, получить профессию и стать достойными людьми. Лариса Шалафаст, Станислав Левин. События. На детей в этот день было направлено все внимание. Праздники прошли во многих районах города. Этот год в России объявлен Годом и литературы, что отразилось и на организации мероприятий. Ехали медведи на велосипеде, а за ними буратины на роликах и пьеро на скейтборде. Это не новая сказка, это герой праздника, который провел Департамент образования Самары на набережной. Ради искусства мы готовы на все. Правда, дети? Да! Педагог дополнительного образования Елена Сергеенкова сегодня не педагог. Она – Лиса Алиса, актриса бродячего цирка. На ролики встала второй раз в жизни ради детей и ради праздника. Возле бассейна ЦСКА ВВС собрались персонажи любимых детских сказок, чтобы поздравить ребят с Днем защиты детей. Это прекрасная возможность привить детям чувство ответственности, привить детям чувство всего того красивого, на чем воспитывались мы при помощи сказок, прочитывая эти сказки. Молодежь у нас хорошая, чистая, светлая и так держать. Необычный велопробег, симбиоз спорта и литературы организовал Департамент образования Самары. Поводов набралось достаточно. И год литературы, и наступившие каникулы, и открытие летних оздоровительных лагерей, которые начали свою работу как раз сегодня. Дети встретились с героями сказок Чуковского, Толстого, Пушкина, Шарля Перо и братьев Гримм. Классика на все времена. Немножечко меняется подход к тем или иным поступкам. То, что когда-то казалось незыблемым, ставится под сомнение. Но порядочность, честность, добро, дружба. Вот такие понятия, которые мы черпаем из детских книг, они, конечно, с нами остаются. Помните, как у Высоцкого, да? Значит, нужные книги ты в детстве читал. Тематические интерактивные площадки, веселые песни и зажигательные танцы вместе с героями любимых сказок. Настоящий праздник в честь Дня защиты самого дорогого – детей. День защиты детей праздновали и в локальных масштабах. Общественный совет микрорайона номер один с названием «Вокзал» организовал для жителей веселые и необычные действия. Мультперсонажи и настоящую полевую кухню под окнами увидеть можно нечасто. Надежда и будущее Отечества. Самарские кадеты торжественно открывают детский праздник во дворе на улице Никитинская. На спортивной площадке и дети, и их защитники. Десантники демонстрируют мальчишкам, как надо обращаться с настоящим оружием. А рядом в тени всех жителей угощают солдатской кашей. Яркий праздник вместе с жителями и управляющими компаниями организовал общественный совет микрорайона. По сильную помощь оказываем. Кухню привезли, организовали сборку-разборку оружия. В общем, свою часть работы патриотической, военной закрываем. Мы очень хотим, чтобы лето детям принесло радость. Мы очень хотим, чтобы общественный совет и члены общественного совета помогали и людям, и жителям, и детям в том числе. Дети – это наше будущее. Верность долгой родине примерно которой равняются юные патриоты. Семилетний Костя мечтает служить в воздушно-десантных войсках. Очень хочу быть таким же, как мой папа. Я учу команды, отжимаюсь и приседаю. Патриотическое воспитание и, конечно, просто веселые игры, где девчонки могут проявить себя. В этом дворе День защиты детей отметили дружно и дети, и взрослые. Двое внуков, они вот радуются, я больше их радуюсь. Смотрите, как скачут. Так весело и с пользой жители проводят все праздники, помогают общественные советы, которые уже планируют, чем удивить соседей ко Дню Знаний. Марина Кравцова, Дмитрий Мешканцов. События. Танцы, песни и шоу мыльных пузырей с доставкой на дом. В промышленном районе Самары ребята приняли участие в дворовом празднике. За гуляниями на улице Новосадовая наблюдала наша съемочная группа. Зажигательная песня и платье небесного цвета. Яна Терехова привыкла дарить окружающим радость. В свои 10 мастерится на все руки. Рисует, плетет фенечки, танцует и поет. У юной артистки уже есть свои профессиональные секреты. Не стесняться. Потом, если что-то не получится, то быстро это менять и не вот так вот, ой, я неправильно что-то сделала, просто продолжать. Праздники во дворах артисты начали проводить, как только наступила летняя погода. Концерты посвящены двум событиям – Дню защиты детей и юбилею Великой Победы. У нас есть не только дети, но и дети войны, и дети фронта. Мы продолжаем поздравления. Поэтому мы решили, тут еще погода располагает, мы решили проводить все эти мероприятия в дворах, поскольку и дети гуляют, и родители задействованы. И летели на земцам ураи, под набором старые огня. Они умеют петь о войне и умеют искренне радоваться жизни. Ребята с удовольствием ловили огромные мыльные пузыри. Те, кто однажды побывал на творческом празднике, кочуют из двора во двор вместе с артистами. Мы сегодня второй день пришли смотреть на праздник. Детям очень нравится. Да вообще здорово. Вот с внучкой сегодня пришла с удовольствием. Вот она занимается, и я тоже с удовольствием смотрю. Теперь шутят жители, и на концерты специально ходить не нужно. В прекрасном настроении можно зарядиться в своем дворе. Алина Чемерис, Максим Гусев, События. Тематические стенды с портретами знаменитых писателей, имена которых связаны с нашим городом, появятся на улицах Самары. 2015 год объявлен в стране годом литературы. Глава администрации Самары Олег Фурсов поручил Департаменту культуры продумать оформление всей территории города в соответствии с этой темой. При оформлении мы должны учитывать с вами опыт, историю Самары, тех художников, тех писателей, которые проживали, творили и прославили Самару в свое время. Значит, их портреты с краткой биографической какой-то справочкой должны быть размещены у нас в городе. Самарские труженики пера и видеокамера отметили профессиональный праздник. В Струковском саду в 22-й раз прошел традиционный фестиваль прессы, объединивший городские, региональные, национальные, ведомственные и студенческие средства массовой информации. В этом году праздник журналистов был посвящен 70-летию Великой Победы. Старейший парк Самары на берегу Волги – Струковский сад. Раз в году на один день превращается в парк журналистов. На 22-м фестивале прессы символичное количество площадок – 22. В числе дебютантов, блогеры и военно-патриотический клуб они сражались за родину. Силовые ведомства, приют для животных, студенты, общественники – свои средства массовой информации в Самаре есть практически у всех организаций. Главной темой этого года стало 70-летие Победы. СМИ, которые наиболее активно рассказывали об участниках Великой Отечественной, получили награды из рук почетных гостей. Средства массовой информации – это очень серьезная сила, не только в нашем городе, но и, наверное, во всем мире. И без вас, уважаемые коллеги, мы развиваться не можем. Открытость, правдивость, профессионализм, основательность, умение разбираться досконально в любом вопросе должны стать отличительной чертой всех нас вместе взятых. У нас в этом году одна из площадок – это юные журналисты, юнкоры. Это здорово, что у нас не только студенты принимают участие, но и еще юные журналисты, школьники. Одним словом, праздник. Гости фестиваля также отметили высокий профессионализм самарских журналистов, которые днем и ночью стоят на страже объективности и достоверной информации. С огромным интересом всегда читаю, я смотрю, это часть моей профессиональной работы. И, конечно, вы нам очень-очень во многом помогаете. Ну, четвертая власть, а зачастую, может быть, даже и первая. Мы вместе с вами очень творческие люди. И самое главное – мы несем массу правду. Свой народ нельзя обманывать, надо быть с ним правдивым, искренним. И каждый на своем участке должен делать свое дело. Я свое, вы свое. И вместе в этом анклаве мы сегодня пропагандируем главное. Мы сегодня пропагандируем здоровую нацию. После открытия гости прошли по фестивальным площадкам. Для журналистов День прессы – как солнечный Новый год. Отмечают его всегда с размахом. Ежегодно он собирает более пяти тысяч человек. Ведущая телеканала «Самара ГИС» Юлия Черняева вспоминает, как впервые попала на фестиваль прессы еще студенткой. Я смотрела на все большими глазами. Мне казалось, что все те люди, которые руководители СМИ, казалось, что они такие невероятные. А когда ты с ними стоишь уже, сейчас общаешься практически на равных, ты понимаешь, что ко всему тому, что ты стремилась, легко можно достичь. Всего лишь три составляющих – труд, терпение и талант. Для всех журналистов это, наверное, три Т, которые сопровождают всю жизнь. Шахматный турнир, показательные выступления сотрудников МВД и ФСИН, насыщенная концертная программа и даже цирковые номера. Гостям на фестивале скучать не пришлось. Жители губернии говорят – телевизор смотрят, газеты читают. Стараются быть в курсе, а лучше в центре событий. Праздник супер, все здорово. Шарики, подарки, все классно. Очень интересно и весело на всех площадках. Конкурсы разные, призы, военные песни поют. В общем, мне понравилось. Я по всему парку прошелся, и столько много этих площадок, и на каждой поют. Разве это не потрясающе? Завершился фестиваль прессы награждением участников. Телеканал «Самара Гиз» стал лучшим в номинации за продвижение молодых талантов. Алина Чемерис, Артем Сулайманов, События. Крылья Советов впервые стали чемпионами России, выиграв золотые медали и Кубок Футбольной Национальной Лиги. Последнюю игру сезона «Крылья» провели в выходные на стадионе «Металлург» с химиком из Дзержинска. Как ковалась футбольная победа, расскажет Сергей Кизоркин. На последний матч Футбольной Национальной Лиги против Дзержинского химика «Крылья Советов» вышли без своего бомбардира Дениса Ткачука. Он отдыхал в лазарете. Его место занял Сергей Корнеленко, который доказал, что он достоин играть в премьер-лиге. Во втором тайме Корнеленко оформил дубль. Для меня эта победа, наверное, как лично и важна лично, потому что мой отец очень сильно хотел, чтобы я вышел в премьер-лигу, вернулся. Его не стало 7 мая, поэтому это только для него. Золотой матч «Крылья Советов» начали уверенно, и первый результат профсоюзы получили через полчаса после первого розыгрыша мяча. Проворнее всех в штрафной химика оказался Ибрагим Цалагов. 1-0. Долго шли к этому. Было непросто, было тяжело иногда моментами. Но так и становятся, наверное, чемпионами. Дай бог, чтобы больше никогда мы не возвращались, команда «Крылья Советов», в эту ФНЛ. Второй тайм получился более насыщенным на голевые моменты. Угрозы у ворот были и у «Крыльев Советов», и у химика. Однако реализация получилась лучше у авиаторов. 3-0 чемпионская победа Самарского клуба в футбольной национальной лиге. От счастья главный тренер «Крыльев Советов» бельгиец Франк Веркаутерен заговорил по-русски. Огромное спасибо болельщикам за их веру в нас. Я думаю, вы понимаете. И, конечно, самое большое спасибо. Я хотел сказать футболистам за их работу и саму отдачу. Первое место в национальном чемпионате позволило «Крыльям Советов» автоматически поменять футбольную прописку. В новом сезоне Самарский клуб возвращается в премьер-лигу. Сергей Кизоркин, Дмитрий Мешканцов. События. Дефицит российских туристов начинает ощущаться в Анталии. По предварительным оценкам, из-за сокращения российского турпотока. Курорты Турции недополучат полтора миллиарда долларов. Смотрите новости экономики сразу после нашего выпуска. Обратите внимание, телеканал Самарагиз теперь на новой частоте. Настройтесь на 263 и 25 МГц в кабельной сети дом.ру.тв. Смотрите нас онлайн на сайте самара.тв и через специальные бесплатные приложения для телефонов и планшетов на базе Android и iOS. Полный архив передач на www.samaragiz.ru. Следуйте за нами в Твиттер, читайте нас в социальных сетях ВКонтакте и Фейсбук. Всего вам доброго и до встречи. Здравствуйте. Финансовые новости на телеканале Самарагиз. Россияне перестали обращать повышенное внимание на колебания курсов валют. Доля накоплений в иностранной валюте сократилась за полгода практически вдвое. Только 2% граждан за последние месяцы покупали валюту. Менее 1% продавали. Еще 2% сообщили, что они стали активнее совершать покупки в рублях. Несмотря на остывший интерес населения к иностранной валюте, отмечается, что колебания курса валют негативно сказываются на личном благосостоянии граждан. В апреле российские банки выдали 1 миллион 165 тысяч кредитов. Это на 15% больше, чем в марте, подсчитало Объединенное кредитное бюро. Рост показали все кредитные продукты. Кредиты наличными выросли на 13%, автокредиты на 27%, ипотека на 15%, кредитные карты на 30%. Если сравнивать с прошлым годом, то кредиты восстанавливаются медленно. Количество выдач меньше на 54%, а сумма выданных банками кредитов в апреле 2015 года в 2,7 раза меньше, чем годом ранее. По данным Сбербанка, уровень одобрения кредитных заявок раньше был 80%, в острую фазу кризиса 30%, а сейчас на уровне 40%. Дефицит российских туристов начинает ощущаться в Анталии. Сокращение российского турпотока обойдется в 1,5 миллиарда долларов, которые в этом году недополучат курорты средиземноморской провинции Турции. Правда, там не теряют надежду и надеются на то, что в предстоящие месяцы начнется оздоровление рынка, который должен полностью восстановиться к началу следующего года. За первые 4 месяца 2015 года число авиатуристов в Турции достигло 1,2 миллиона человек, что на 11% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Российский фондовый рынок открылся ростом котировок. Индекс ММВБ вырос до отметки 1628 пунктов. Среди лидеров роста бумаги «Сургутнефтегаза», «Алроса», «Уралкалия», «Камаза», «Эмвидео» и «Роснефти». Лидеры падения – акции «Акрона», «ТМК», «Распадской», «ОГК-2», «Фосагра», «Полюс золото», «ММК» и «РДР «Русала». Повышение на российском рынке происходит на фоне роста спроса на акции компаний-экспортеров, пятничных аутсайдеров. Торги в пятницу в Европе и США завершились в красной зоне. На азиатских рынках также преобладают продажи. Курс доллара на 1 июня – 52 рубля 97 копеек курс, евро 58 рублей, одна копейка золота стоит 2027 рублей за грамм, серебро стоит 28 рублей 39 копеек за грамм. Цена нефти марки Brent – 64 доллара 82 цента за баррель. На сегодня это все. Удачи в делах. Самарской теннисистке не смог покориться Ролан Гарос. Тольяттинские каратисты – чемпионы Европы. Золотые крылья Футбольной национальной лиги. Золотой матч Футбольной национальной лиги крылья Советов начали уверенно. Первый результат против Дзержинского химика профсоюза получили через полчаса после первого розыгрыша мяча. Проворнее всех оказался Ибрагим Цалагов. 1-0. Второй тайм оказался более насыщенным на голевые моменты, однако реализация получилась лучше у авиаторов. 3-0 чемпионская победа Самарского клуба в футбольной национальной лиге. И дубль у Сергея Корнеленко. Первое место в национальном чемпионате позволило крыльям Советов автоматически поменять футбольную прописку. В новом сезоне Самарский клуб возвращается в премьер-лигу. Тольяттинские каратисты завоевали медали в первенствах России и Европы и в Санкт-Петербурге. Елизавета Тупиченко, Данила Симаров и Никита Ефимов примерили бронзовые награды. А в немецком Бохуме на европейском дерби по Сетакану Кирилл Кузнецов поднялся на высшую ступень пьедестала почета с золотым трофеем. Самарчанка Анастасия Повлюченкова в паре с россиянкой Аллой Кудрявцевой неудачно финишировали на теннисном турнире Ролан Гарос. Во втором круге соревнований они потерпели поражение от швейцарки Белинды Бенчич и чешки Катаржины Синяковой. Успех иностранной пары кроется в необязательных ошибках российских спортсменок. Субтитры создавал DimaTorzok